Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. В преддверии Международного Дня Музыки, а также 75-летия Самарской Филармонии, будем говорить о том, каким будет новый концертный сезон и каких нам ждать сюрпризов. В нашей студии художественный руководитель, главный дирижер Академического симфонического оркестра Самарской Филармонии, народный артист России Михаил Щербаков. Мы ждем от вас вопросов, а также сообщений о том, когда вы были последний раз в филармонии, что смотрели и какие впечатления остались. Наш телефон 202-11-22, звоните. Добрый вечер, маэстро. Добрый вечер, дорогие друзья. Скажите, пожалуйста, День Музыки мы отмечаем 1 октября, и это совпадает еще с юбилейным годом филармонии, и, наверное, стоит ждать каких-то открытий и сюрпризов. Или нет? Да, вы знаете, для нас, конечно, каждый концерт – это открытие и сюрприз, потому что наши программы, они включают в себя обычно шедевры, самые выдающиеся шедевры мировой симфонической музыки. В каких-то случаях, конечно, мы показываем слушателям и новые произведения, и наших самарских композиторов, и композиторов России, и зарубежных композиторов. Но основная, конечно, наша работа – это исполнение шедевров. Поэтому всегда сюрприз, всегда открытие, потому что классика – это ведь именно потому, и так называется, что она носит на себе уже черты совершенства. Она воплощает в себе уже самые животрепещущие эмоции, чувства, мысли людей, вообще, можно сказать, всего человечества, включает в себя классическая музыка. Будь то, начиная с Баха, и Бетховена, и Моцарта, и наших гениальных Чайковского, Рахманинова, Шестаковича, это вся музыка мировая, которая отражает в себе, вот, во-первых, свою эпоху, свое время, свои проблемы, чаяния, и мысли, и искания, и страдания, и, может быть, и счастья, вот именно тех людей того времени. Но, как любая классика, так как и в Шекспире, и в Чехове, мы и сегодня находим черты современности, черты, которые присущи современному человеку. И те произведения открывают для нас проблемы, и даже иногда открывают решения проблем современных, сегодняшних. По меньшей мере, классическая музыка, как говорил Достой, она дает подпору в жизни. Она дает человеку, который ее слушает, веру в то, что он сумеет, что он, во-первых, что человек звучит гордо, что человек, он достоин счастья, он достоин любви, он достоин уважения, он достоин самых мудрых, глубоких мыслей. А как научиться слушать и слышать классическую музыку? Или это только эмоциональное восприятие человека, и этому не нужно учиться специально? Потому что послушают некоторые, начало какой-то симфонии, говорят, ну, это вообще, это не для меня, и как-то трудно и тяжело мне все это слушать, и не буду, и не надо. Вы знаете, какие у меня ассоциации с этим? Во-первых, пускай каждый вспомнит, как он начинал какой-нибудь роман читать большой, даже самый гениальный. Вот первые страницы Таравана, я уверен, что очень редко бывают интересными. Какая там завязка такая, и постепенно-постепенно человек себя как бы вот заставляет читать сначала, потом втягивается. Вот обратите внимание, например, многосерийные фильмы, заставки к этим фильмам иногда составляют, включают в себя классическое какое-то произведение. Но поскольку это заставка, она звучит каждый день, и люди слушают один раз, второй, десятый раз, вдруг они открывают, что оказывается, им очень нравится эта мелодия. Значит, вот для того, чтобы научиться слушать классическую музыку, ничего особенного не надо. Нужно просто слушать. Надо послушать несколько раз. Да, понятно. Один раз мало. Один раз мало. Хотя есть такая музыка, и, кстати, в этом смысле, вот то, что называется популярная музыка, поп-музыка, она немножечко у нас украла некоторые произведения у классической музыки. Вот ни у кого нет сомнения в том, что огромное удовольствие люди получают, например, слушая шутку Баха, которая во всех телефонах звучит. Да, да, да. Но ведь это настоящая классика, это Бах. Ни у кого нет никаких сомнений, что им очень нравится слушать лунную сонату Бетховена. Все понимают ее. Ну, товарищи, что же вы хотите? Вы понимаете классическую музыку? Нет никаких проблем у вас с этим. Ну, то же самое, что у художников, насмотренность взгляда, когда смотришь много-много картин, а потом ты уже видишь хорошую картину, хорошую художницу. Нужно слушать, нужно слушать. Хотя среди классической музыки, так же, как и в эстрадной музыке, есть произведения высокоталантливые, гениальные, которые захватывают человека сразу. Есть талантливые произведения, которые более сложны для восприятия. Но есть и не очень талантливые произведения, ну, такие, можно сказать, средние, которые написаны, может быть, и профессионально, но без особого вдохновения. Вот. Но такие произведения есть у всех композиторов. Кстати, у Петальевича Чайковского, у него наряду с абсолютно гениальными сочинениями, которые мы знаем все, и там и Первая, и Четвертая, Пятая, Шестая симфонии, и его гениальные оперы, Евгений Онегин, Пиковая дама, но есть и немножечко и оперы есть, которые не так слушаются. И видно, что да, Петальевич старался, но у него так вот, вот такое вдохновение не посетило. Да, как важно вдохновение для творческого человека. И все-таки, если конкретно говорить о первом октябре, о Дне музыки, что слушатели, зрители, посетители филармонии увидят, услышат в этот день? Ну, вы знаете, у нас этот год особенный, кроме того, что 75 лет филармонии, еще у нас, например, юбилей Чайковского, 175 лет Чайковскому. И надо отдать должное, что наш президент Владимир Владимирович Путин, он издал указ о том, чтобы страна, наш народ праздновал этот юбилей. И это очень правильно, я очень поддерживаю это. Потому что, действительно, мы обладаем такими композиторами, которых нет в других странах, и в других народах нет. Да, и мы должны этим гордиться. Да, мы должны этим гордиться. Мы должны напоминать сами себе, чьи мы соплеменники. Кто наши великие композиторы, которые создали мировые шедевры, неподражаемые, недосягаемые. Но не случайно же Петра Ильича Чайковского приглашали открывать самый великий зал в Америке, Карнеги Холл. Понимаете, в Нью-Йорке. Да, признание. Его приглашали. Я, например, когда был в Чикаго в музее музыки, то первый портрет, который висит в музее музыки, думаете, чей? Чайковского? Нет. Сергея Васильевича Рахманина. Так. Ну, рядом и Чайковский, и Стравинский, и плеяда наших великих скрипачей, Яша Хейфиц и Исаак Стэн, хотя он уже родился в Америке, но... Да. И все-таки филармония кого пригласит в этот день? Да. Я сейчас закончу просто про Чайковского. Почему я и начался? Потому что мы отмечали юбилей Чайковского целым абонементом. У нас был только Чайковский. Но открываем этот сезон, поскольку год продолжается, мы тоже открываем симфонию Чайковского, которую мы еще не сыграли. Эта симфония уникальная, она не имеет номера, но она имеет название. Симфония называется «Манфред». Это по Байрону. И Чайковский написал, конечно, гениальную... Он мучительно писал эту симфонию. Он сначала только первую часть написал, думал, что он этим ограничится, он назовет это симфонической поэмой. «Манфред». А потом все-таки он написал и вторую, и третью, и четвертую финал. И симфония очень трудная для исполнения. Но наш оркестр играет. Время от времени мы к ней возвращаемся. И вот мы решили открыть наш 75-й сезон симфонии Чайковского «Манфред». Я думаю, что это будет интересно нашим слушателям. А в первом отделении будет играть наш выдающийся современник, пианист, наш большой друг. Мы с ним и в человеческой, и творческой дружбе находимся много лет. Почти с самого начала, когда я приехал в Самару в 91-м году. А в 92-м уже Александр Гиндин, который будет у нас солистом, он у нас уже приехал на наш второй фестиваль молодых исполнителей. «Молодые звезды», по-моему, так было, «Новые имена России и США». Вот он представлял за Россию тогда. И вот с тех времен Александр Гиндин, он почти каждый год в Самаре играет с симфоническим оркестром. В ноябре 2014 года, кстати, это тоже было посвящено 75-летию филармонии, мы с Александром Гиндином играли замечательный концерт в зале Чайковского в Москве. И очень успешный концерт. Он играл с нами тогда первый концерт Рахманинова. А сейчас он будет играть первый концерт Шопена. Да, вот этот концерт с ним, он, вы знаете, для нас это, в общем, большая честь, что Александр Гиндин с самарским оркестром играл в Москве, в ведущем зале России. Вот. И концерт был очень успешный. Оркестр играл во втором отделении Шехерезаду Римского-Корсакова. И, вы знаете, публика нас не отпускала. Я ходил, кланялся, потом я решил, что, ну, наверное, надо сыграть бис. Так. Мы сыграли бис. Я ушел. И опять ходил в плане. Сыграли второй раз бис. И опять я ходил. В общем, мы сыграли три биса, что достаточно редко для... Для москвичей. Для московской публики. И это было такое признание, для нас даже, в общем, я считаю, не вполне ожиданное, что вот до такой степени к нам отнесутся с такой теплотой московская публика. Вот. И потом вышли очень хорошие статьи. наши слушатели могут посмотреть январский номер музыкальной жизни. По-моему, тоже где-то январь или февраль. Музыкальное обозрение, такая газета всероссийская. За 5 декабря литературная газета за 14-й год вышла. Еще современные технологии позволяют в интернете найти, наверное, концерт. Может быть, да? В интернете, да, есть этот концерт, онлайн. И тогда уже насладиться. Да, да, да. К нам уже, Михаил Александрович, поступают первые вопросы. Ольга Анатольевна интересуется, встречались ли вы в своей практике с женщинами-дирижерами и как к этому относитесь? Наверное, у Ольги Анатольевны есть какое-то желание или пойти учиться на дирижеры. У меня даже жена дирижер, женщина дирижер. Значит, встречались. Да, 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 да. Да, мы с ней необычным образом познакомились, потому что она вообще собиралась поступать на симфоническое дирижирование к Синайскому в Москву, в Московскую консерваторию. И пришла ко мне попросить консультацию по разным вопросам и посетить репетицию. И вот так началось наше общение с консультацией и репетицией. Ну, то есть вы к этому отрицательно не относитесь? Нет, ну как? Отвечая на вопрос? Отрицательно относиться к этому. Знаете, это Бог распоряжается. Кому... Дирижерская профессия это загадочная вещь. Знаете, значит, кому и как, и что дастся в этой профессии, ну, непонятно. Я был очень хорошо знаком с Вероникой Дударовой, например. Вот. И неоднократно с ней встречался, разговаривал. Это был талантливый дирижер. Вот. Ну, еще, так сказать, есть женщины-дирижеры, вот, которые вполне справляются с этой профессией. Спасибо. Следующий вопрос Марина задает. Как вы выбираете произведение для работы? На что ориентируетесь? Вот действительно. Ведь очень много классики. И прекрасной. Да. И трудной. Вы знаете, конечно, симфонический репертуар, он очень обширный. Его за один сезон даже, за 10 сезонов невозможно все переиграть. Невозможно. Вот. Поэтому я себе взял основополагающий принцип, что я хотел бы развернуть перед нашими слушателями, но это полезно и для музыкантов, играющих в оркестре, развернуть такую, знаете, такой веер. Палитра. Палитру. Палитру целых красок. То есть я каждый сезон обязательно включаю произведения западноевропейских композиторов. Ну, надо признать, что именно в Европе родилась вот эта вот музыка европейская. Это ведь музыка все равно европейская. Бах, Моцарт, Бетховен. У них учились наши Глинка, Чайковский, то есть это из Европы пришло. И это, кстати, лишнее доказательство того, что не надо копья ломать. Мы с вами европейцы. Да? Конечно. Вы считаете, что у нас европейские ценности? Конечно. Но нет никакого сомнения. Никакого сомнения. Ну, и литературу. Вот сейчас год литературы. Прошлый год был годом музыки. Все, что мы имеем, это результат того, что мы европейцы, и мы впитали в себя через нашу аристократию. Через нашу... Через окно, которое прорубил Петр. Петр, да. И все-таки наши царицы были немки, которые приезжали, привозили с собой вот эти вот ценности, какие-то западноевропейские. Вот. Но надо вам сказать, что с гордостью, что во второй половине 19 века наши русские композиторы, подхватив вот эти европейские методы композиторского письма, они их нацитили русской темой, русскими русскими мелодиями, русской национальной нашей самобытностью. И сейчас мы можем сказать, что со второй половины 19 века и весь 20 век, то есть Чайковский, Рахманинов, Стравинский, Шестакович, Прокофьев, недосягаемые имена во всем мире. И мы должны это понимать, знать и гордиться этим. И вот, понимаете, когда мы бросились заниматься бизнесом, то мы, конечно, начали тоже учиться. Я тогда еще говорил, что, вы знаете, вот наши композиторы быстро научились и стали лучше. Да. И я сегодня могу это сказать, что тем же бизнесменам, поучитесь, у вас есть шанс стать лучше. потому что мы уже этот путь проходили. Вот. Но при этом мы не должны забывать, что в музыке мы и так уже на Олимпе. И не надо нас оттуда сбрасывать. К этому надо так и относиться. Так же, как вот мы в космосе, мы первые. В балете. Ну, в балете, да. Вот. и в музыке, и в исполнительском искусстве. И в этом смысле, продолжая тему Чайковского, вы знаете, для меня очень болезненно то, что в год Чайковского конкурс юбилейный Чайковского проходит в Москве. Это же чемпионат мира по музыке. Но почему наши каналы первый, второй? Культура. Культура показывала. Показывала. И то, это все-таки мало. Это все-таки мало. Это какие-то такие, знаете, такие передачи были. Но раньше, раньше транслировали каждый день. В середине дня просто трансляция была. Полтора-два часа из залов, концертных залов Москвы. Классическая музыка. Не, не, конкурсы. Конкурсы. Понимаете, сейчас нам вдруг показывают вот опера, такой проект. На культуре. Там хорошие голоса. Мне нравится все это. Но почему конкурс Чайковского? Ведь это тот же самый конкурс. Почему его не показывать так широко? И президент указ издал. И юбилей Чайковского. И конкурс тут подвернулся. Показывайте, чтобы люди слушали. Вот как раз будет эта повторяемость. Люди будут приобщаться к музыке классической. Она лучше, чем многое, что иной раз слушает молодежь. Понятно. Вот недавно я какой-то группа вот последнее воскресенье приезжала. Сплин? Сплин. И я туда подъехал за дочкой забрать ее оттуда. Ну вот. Да. И я с удовольствием обнаружил, что толпы оттуда шли. Просто толпы людей, потому что там слушать нечего. Вот поэтому вы свою дочь забрали. Если вернуться к истории Самарской филармонии, вот за 75 лет ее существования, что вас особенно в этой истории поразило? Потому что вы к нам приехали из Екатеринбурга, не с самого основания вы здесь работали, да? И изучая, конечно, историю, какие-то факты должны были вас как-то впечатлить вот из истории Самарской филармонии? Впечатлили. Да? Впечатлили факты того, что в годы войны и в преддверии войны, когда, казалось бы, надо же все деньги, все ресурсы направить на подготовку к войне, на оружие, на создание оружия, подготовку армии, создали филармонию. 40-й год, получается, перед войной. Создали филармонию, оркестр. В 43-м году оркестр уже вообще просто регулярные концерты начал давать. Да. А там были такие, периодически. Почему? Почему Чайковский... Потому что это важно для народа, для духа, для его, для... Да. Потому что мы победили в этой войне. Потому что у нас было, да, у нас был дух, у нас была сила духа. И Шостакович, который сочинил уже четвертую часть своей симфонии великой, которая называется ленинградской, но она немножко и самарская, потому что она в Самаре ее, так сказать, досочинял. И в Самаре было самое первое исполнение. Да. Да, в оперном театре под управлением самосуда. И в оркестре большого театра играли несколько музыкантов в Самаре. И потом эти ноты были переданы в Америку. Много, во многих городах и даже в Латинской Америке и главное в Северной Америке исполняли эту симфонию. И под управлением Тосканини она звучала. Да. И тогда газеты писали американские, что народ, который способен сочинить такую музыку, не победил. Как это прикликается, извините, с нынешней историей. Вот вы сколько раз уже повторяли Россия, Америка, Россия, Америка. И сегодня вот это все повторяется. Да, вот опять эта тема Россия, Америка, опять эти направления, опять вот, да, вот это действительно классика. Еще вопросы поступают. Ольга Святославовна сообщает, что была в филармонии, ее это очень впечатлило, слушала Шехерезаду с дирижером Щербаковым. Ну, это, наверное, как раз было в преддверии нашей поездки в Москву. С Александром Гендиным тоже концерт был. И Олег интересуется, сколько человек в вашем оркестре? Там же действительно визуально может быть и непонятно вот сколько. Ну, сразу все вот 92 человека не всегда на сцене, потому что это зависит от партитуры, которую мы исполняем. Иногда даже нужно вот в седьмой симфонии Шестаковича, даже больше нужны людей. Вот. Но, в принципе, у нас в оркестре работает 92 человека, еще 8 человек технический персонал. Как раз 100. 100. Получается, да. Как же можно, вот какую методику управления, дирижирования вы выбрали для себя? Вы такой диктатор или человек, который разговаривает, общается с музыкантами. Вот какая у вас тактика? Потому что, ну, разные дирижеры и у всех разная тактика, разный подход, наверное. Кто-то дисциплина и все, кто-то, может быть, какие-то человеческие отношения. Но вы чувствуете во мне диктатора? Вот я интересуюсь. Вы у вас, стоит на вас только посмотреть, вот, когда вы исполняете, дирижируете. Такая мощь, такая сила. Не зря вы родились 15 апреля, в один день с Аллой Пугачевой, огненный знак, и вы очень много отдаёте. И поэтому мне страшно. Даже иногда бывает, как вы работаете перед, но какие вот вы методы применяете? Ну, знаете, по гонению ещё говорил, чтобы публика вас почувствовала, нужно самому глубоко чувствовать. Вот. Поэтому у меня такое было какое-то такое образование. В общем, я, как скрипач, я формировался под влиянием, скажем, такого замечательного моего земляка, тоже из Свердловска. Он вообще завоевал весь мир, Борис Белкин. И вот, к сожалению, у него очень большой гонорар, и я не могу его привезти в Самару. Мы с ним созваниваемся, он, Миша, я себе хочу приехать, но, понимаешь, если... Но, может быть, в этот юбилейный год. Да. А дирижером я стал под влиянием замечательного дирижера Евгения Колобова, у которого я работал первым скрипачом, концертмейстером оркестра в оперном театре в Свердловске. Мы с ним работали семь лет. Вот, его поставили главным дирижером, а он меня посадил рядом с собой первым скрипачом. Вот. И, вот, я у него увидел, это, понимаете, он меня многому научил. Я не на пустом месте, не сам по себе. Понимаете, я понял, что, ну, нечестно публике выходить пустым, каким-то таким спокойным, равнодушным. Наоборот, нужно, чтобы каждая интонация, каждая нота, каждая фраза проходила через твою душу, чтобы ты знал ее предназначение, ее смыслы, ее развитие, к чему это, к чему это все идет, и о чем это говорит людям. Вот. И тогда ты имеешь право выйти перед ними, стоять и дирижировать, и перед оркестром выйти, и потом выйти перед публикой с оркестром. Если ты внутри себя не несешь эту убежденность, то не надо выходить. Понятно. Вот знаете, что еще хочу уточнить? Единственный человек, который на сцене стоит спиной к публике, это дирижер, а вы чувствуете эту публику? Или в момент работы ничто, кроме оркестра и музыкантов, вас не отвлекает и не интересует? Вот эта позиция сама дирижера? Конечно, я чувствую публику, это не важно, спиной или не спиной, я чувствую публику, и я чувствую, что я ее взял, ага, значит, чувствуете. Или еще она не моя, еще она там, кстати, как-то она не прониклась вот такими моими какими-то волнениями. Я это очень хорошо чувствую. Но это я чувствую и оркестр тоже. Оркестр, сначала нужно оркестр взять, потому что музыканты тоже не все приходят, они разные. Есть музыканты, которые выходят на сцену и уже готовы к творчеству, но не все, и их тоже надо увлечь этим процессом. В общем, вот нужно зажечь всех и у дирижера такое предназначение, я думаю. И важно для дирижера очень, на мой взгляд, хорошая физическая форма, очень много энергии требуется дирижеру. Как вы ее поддерживаете? Потому что вы в прекрасной физической форме, конечно. я думаю, я думаю, что, я думаю, наверное, так сказать, главный принцип самого себя не жалеть и не щадить. Вот. Надо, в общем, до конца себя отдавать, тогда, если, тогда даст Бог, и тебе вернется что-то, так сказать, и даст новые силы. Да, это ваш принцип. Да, а если ты будешь, будешь так экономить что-то такое на будущее куда-то, то ничего не светит. Да, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Мне кажется, это очень важно. И скажите, пожалуйста, еще такой вопрос, вот когда-нибудь, может, в далеком будущем может такое случиться, что классики не будет, что люди перейдут вот сначала к поп-музыке, потом, может, к каким-то другим направлениям, а классика исчезнет. Вы можете это допустить или нет? Вот. Ну вот, как вы думаете, допустим, Сикстинская Мадонна или Джоконда, она когда-нибудь не будет интересна людям? Я думаю, вот классика она, вот поэтому и классика. И я думаю, что вот Бах, не случайно сейчас появляются, например, Вивальди, Бах в рок-обработке, в эстрадной какой-то обработке такой. Достаточно к ним прибавить, значит, ударную секцию, бас-гитару, и вот тебе рок-музыка. Оказывается. Я абсолютно убежден, более того, что как раз классика, это такое всеоблемящее явление. А вот все остальные музыки, они только кусочек этого общемузыкального явления. Потому что классика в себя все мелодии эти вбирает. Вот. И она дает, я думаю, что, я думаю, что вот самые успешные, кстати, такие эстрадные музыканты, рок-музыканты, они все имеют классическое образование. И джазовые музыканты. Понятно. Несколько секунд, Станислав, как вы относитесь к 15-му юбилейному конкурсу Чайковского, который проходит в двух городах? Ну, к сожалению, не успеваем ответить. С наступающим днем музыки. Всего хорошего. Спасибо вам за то, что пришли к нам в гости. Да как же, я еще не успел. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!